Миром. Совет нужен. Совет нужен. Вот, значит, я Слово Божие говорил. Один человек меня послал куда подальше, говоря, ты мне, говорит, мир мой внутренний нарушаешь. Ладно. Теперь я его встречаю в церкви. То есть он подходит ко мне, улыбается, как будто ничего не бывало. Но я не могу с такими луками людьми общаться. Как мне быть, чтобы не согрешить? Ну, так вы видите, что если он не принимает, то зачем бросать жемчуг перед свиньями? Пока первый раз говорили, вы не знали, кто собака или свинья. Кто перед вами? А теперь вы уже знаете. Ну, спокойно, стои, молчи, не отвечай, ничего ему. Но никакой вражды к нему не испытывайте. Просто надо молиться об этом. Ну, а потом, если где-то придется, время придет, будете молиться, вам Господь может показать, что он уже делается другим. Он видит, что вы невиновны. Он такие сказал гнусные слова, которыми он в ад потянет сам себя. А то, что вы говорили, это райские слова. Вот надо подождать немного, узнать, как он поведет себя. Старайтесь больше с ним не разговаривать пока. Я вот так делаю. Выждать время, молясь об этом. А потом он кается, подойдет и скажет, что же я натворил. У меня не один раз было так. Ну, а тогда уже разговор другой-то. У вас, видите, какой богатый запас. Сразу говорите о Христе, о временности жизни, о том, как все внезапно кончается и где ты будешь, скажи. Вот. У вас и выйдет так, что вы посланы для него были. Вы выполните апостольское поручение. Идите по всему миру и проповедайте в ангелии всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Тут два варианта. Пока у вас второй вариант. А может быть и первый. Это 3 глава 36 стих Евангелия Тиана и Марка 16 глава 15 стих. Так что ничего особенного нет. Он посылает нас в мир, враждебный и Богу, и людям. Все, понял. Аминь. Спаси Христос вас. Аллилуйя. Игнатий Тихович, вопрос по Александру Рагмировому. Давайте. Есть разница между проповедью и благовестием? Ну, знаете как, слово проповедь означает, человек хочет, чтобы его поняли и были соратниками. Хороший проповедник был один человек такой. Вилл называют, Вилл. Это у Еремея написано. Владимир Ильич Ленин. Троцкий был хороший проповедник. Гитлер был замечательный проповедник, мог часами говорить. А благовестие это тот, кто проповедует благую весть. Пусть он будет и не искусный, как оратор, но он скажет, любящий Бог за нас отдал Сына Своего Единородного. Он называется благовестие. Благовестие только у христиан. Ни в одной религии его нету. У них проповедь. У нас благовестие. Хотя и проповедь. Но проповедь покрыта уже венцом благовестия. Вот и все. Выше. Выше получается. Ну неужели не выше-то? Благо, благое. Дар Божий мы несем словами своими, указывая на Христа. А проповедники, просто проповедники, они свою идею пропускают. Там Зюганов, там другие могут говорить. И оно так и называется пропаганда, другое, проповедь. У нас тоже проповедь, но проповедь-благовестие. Спасибо, Гористос. Аллилуйя. Все. Никого больше нет, ухожу. Спасибо. 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 Спасибо.